И самое время поговорить с гостем, но перед этим, наконец-таки, у нас есть дозвонившийся, который, я надеюсь, даст нам правильный ответ. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Максим. Как? Максим. Максим. Здравствуйте, Максим. Мы сразу же перейдем к делу, потому как времени очень мало. Правильный ответ. Самая древняя мечеть Крыма... Султана Тейбар. Вы абсолютно правы. Мы вас поздравляем. У вас теперь есть вот такой вот журнал «Остров сокровищ». Мы от всей души рады за вас. Оставайтесь на линии, с вами поговорят и расскажут, как и когда лучше забрать будет этот журнал. Спасибо. Смотрите. Спасибо большое. Но прямо сейчас мы побеседуем с прекрасным гостем, с нашим коллегой, главный редактор телеканала «Первый Крымский» Вадим Первых. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Очень рады видеть вас здесь у нас в студии. Причем не просто так видите, а еще и не с пустыми руками. Я надеялся, что я уйду не с пустыми руками. На этот журнал поглядывала, вот уже, значит, так и с косяным. У нас много в запасничках от журналов. Давайте сразу же к делу. Сейчас хочется поговорить вот об этом прекрасном трофее и вот об этом прекрасном дипломе, который недавно, Вадим, вы к нам привезли. К нам, на Крымскую родину. Что это было? Вот буквально недавно наша богатая делегация, если вот отметить, что не только я, но и наши творцы, кузнецы, мастера, Вероника Маргун, Ольга Бураченко, кстати, выделим сегодня в эфире, в утреннем эфире, и Лен Мельникова. Мы были в Волгограде на 8-м международном фестивале патриотических программ и фильмов «Вечный огонь», где было представлено рекордное количество работ в этом году, рекордное количество телеканалов, гостей из ближнего зарубежья. И вот нам приятно, что в довольно сложной творческой номинации «Лучшее музыкальное и звуковое оформление» мы заняли второе место. Наш фильм «Мелодия нашей памяти», вот, собственно, диплом, который только что Вильдан показывал, это доказательство того, что не зря старались этот фильм. Конечно же, наши зрители видели в эфире, наверное, увидят еще. Но награда статуэтка, которую ты держал, это точная копия монумента «Мать Родина, Родина Мать» на Мамайевом кургане, символа Сталинграда и Волгограда. Это специальный приз нашей крымской делегации за все работы, которые были отправлены, за фильм «Безыменная высота». Из-за цикла передач повзрослели они до поры. Все это, конечно, наши зрители видели. Вот теперь увидела и вся Россия. У нас есть возможность посмотреть небольшой отрывочек о самой церемонии награждения наших делегатов из Крыма. Давайте посмотрим. Дипломом второй степени награждается «Мелодия нашей памяти» телерадиокомпания «Крым». Это называется «Пришел, увидел, победил». И зашел к вам в студию. Я прокомментирую этот эпизод. Дело в том, что именно в этот момент председатель жюри, военный корреспондент Александр Сладков, известный, он кричал «Крым, давай!» Крым, да, Крым отреагировал. Нас очень хорошо принимали на священной волгоградской земле. Это приятно. Вот вы знаете, в преддверии Дня города, вот сейчас пришла мне мысль, надо об этом сказать. Если бы был изобретен прибор, который бы измерял патриотизм, уважение к старшим, к ветеранам, к исторической памяти, то в этом городе он бы зашкаливал. А еще это невероятно чистый, ухоженный, опрятный город. Именно вот здесь, понимаешь, справедливость высказывания, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. И вот в преддверии Дня Симферополя хочется призвать, чтобы Симферополь какую-то частичку у Волгограда взял, вот этой вот культуры, и оставался таким же приятным, как он есть, но тем не менее еще чистым, патриотичным. Давайте поговорим еще об конкурсе. Интересно, потому что было очень много номинантов со всей России. И вот крымчане мы вторым во всем этом многообразии работ в этой номинации. Благодаря чему? Какие особенности у Крыма были? То, что можно было дать Крыму второе место спокойно? Политики никакой? Нет, понятен. Потому что ты ждешь такой политический скандал, я понимаю, политики никакой. На самом деле, это профессиональная награда, она по адресу, без каких-либо предпочтений, у нас совершенно замечательное музыкальное оформление, в котором, кстати, и ты принимал участие, напомню. Да, и это очень приятно. Пел песню, да. Оксана помогала душой, ну она тоже, я знаю, может. Мысленно, да. То есть это награда профессиональная, здесь получено все, так сказать, за то, что сделано. А кого еще можно было отметить на этом конкурсе? Кого бы ты отметил, вот очень понравился? Ну, знаешь, была такая неплохая работа, ведущий в которой был Федор Бондарчук. Да, там он где на джипе времен Великой Отечественной войны по Берлину разъезжает. Что-то такое, да? Неплохая работа, да. Не сравнится, конечно, но все же неплохо. Ну, это вы лукавите уже. Во всяком случае, очень приятно то, что Крым увидели, заметили, отметили и абсолютно заслуженно. Это очень приятно. Да и самое главное, что теперь мы желанные постоянные гости на этом фестивале. И, конечно же, мы со всей открытой душой пригласили всех представителей дальних уголков России, и Алтая, там, не знаю, Карелии, Кыргызстана и Бреста приехать к нам в Крым. Так уж скоро ждем гостей, я так понимаю. Да, вы, Вильдан, ждете гостей. Я жду гостей, а Вадим не ждет, я понял. Вадим впервые сегодня у нас был в гостях, рассказал, поделился счастьем и радостью со всей телекомпанией и телезрителями. Спасибо за то, что у нас сегодня утренний. Спасибо большое. Мы желаем еще творческих побед, успехов всей нашей телекомпании. Обязательно будем делиться, рассказывать об этом вам, потому что мы работаем именно для вас. И вот эти все награды, в принципе, это общие наши награды, потому что без телезрителей не было бы и этих вот замечательных, красивых наград и побед. Спасибо, что заставили рано встать, это я так... Легко. Приходите еще, мы ждем каждое утро. Встречайте вместе с программой «Утро». Хорошие нотки. Вечно все портит, слушай. Я вечно порчу, потому что у нас время заканчивается, Вадим. Я понимаю, Вадим, да. Следующее утро будет с Вадимом. Утро с Вадимом, и все. Интересно. Всем спасибо за внимание, телезрители. Мы были рады и счастливы сегодня с вами работать. Третье июня, среда, правильно же? Правильно все, да. Ты только понял. Середина рабочей недели. Утро у нас заканчивается, день продолжается. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok